Пройдемте с нами. О, а меня за что? Ну, меня затремливают в живом эфире. А вы можете себе назвать? Нет. Добрый день, пройдемте. А как вас зовут? Продставьте. BBC, Свобода, Свободная Европа и так далее. Стримы эти. Я уже не говорю тенденциозы. Они же призывают к массовым беспорядкам. Почему вы это терпите? Вы же их аккредитовали здесь. Спасибо журналистам! Спасибо журналистам! Навад на войне камизелька с надписьом пресса з'является недотекальной. Журналистов, як и медиков, не чапают у самых грачных кропках света. Але только не в Беларуси. Бо гэтаму режиму непотребная сумленная журналистыка. За последние годы мы связались со шквалом репрессий супер журналистов. Такого никогда не было, так, история Беларуси в уголе. Это просто, можно сказать, война с убротнедержавных медиа. Почему я тут нельзя находиться? Хорошо, почему? Кореласка. Радио Свобода. Меня проверяет аккредитацию. Меня так само забирают? Ага, проверять документы. Ну, доброе. Так, меня забирают. Так само проверять документы. Правильно, меня зараз повезут в какой-нибудь подсторонок. Я думаю, что отбывается все тое, что отбывается в дачынене до грамадзян Беларуси. Репрессии узмацняются. Спочатку журналистов увазили на 34 годины у отделения милиции. Пасля им стали давать сутки. И в последнее время, что в листопаде дошло до криминальных справок. Журналисты! 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 И Катерина Борисевич. Они стали таким сигналом. Я думаю, что это улада вельми показально робила, закрывшую СИЗА. Всем остальным, поглядите, будете осветлять акции, вы можете опынуться так же. Будете писать про некие острые темы, поедете в следчий изолятор КДБ. Приветствуем наших глядачов на площади Пирамена, где просто теперь собрались несколько тысяч человек, чтобы уважать память Романа Бондаренко. Мы поговорим с теми, кто пришел на сегодняшнюю акцию. И вот Айяна телефоновала мне за несколько минут до аршту. И она сказала, что яны все уже побач, яны стоят там под дверями, и что зараз нас будут затрымливать. И Катя вела стрим шмат годинный, чтобы это суперсостояние силовиков протестовцев натягнулось, ну может, годину пять. Катя показала, что все от початку до самого конца. Такого не было в протяжении 2020 года, такой уникальной ситуации. Конечно, уладам не хотелось, чтобы люди видели правильную ситуацию, не хотелось бы, чтобы видели фотосдымки, видео с улицы, вот этой жесткости. Для этого зачищается медийное поле, просто чтобы журналисты боялись осветлять, чтобы было меньше информации, чтобы было меньше голоса. И, конечно, когда уже произошла зачистка плохой перемены, то яны пошли, и мы это накераваны уже затрымливали журналистов в этой квартире. Как разповедал тым лику господарь квартиры, на суде по административной справе, что яны навык не кричали о чинице милиции, не было никаких опережений, яны два раза там погрукалися, и одразу начали выламывать зверы, забегли 15 человек, спецназовцы, не которые со зброй, а против этого это звычайные квартиры, и там у господара в том деку двое непоногадовых дятей, конечно, все переполохалися. Вельми жорстко поводили агрессивность, поводили спецназовцы, штурхали Катю, яка она распобедала, яны кричали ей, ты николи не будешь шевести свои стримы, это был твой опошний стрим, ты поедешь на 10 годов шить форму милициянтам у колонии. А ты доведаўся пра затрыманне фактична с телеграм-канала Генеральной прокуратуры, яка я поведомила, што затрыманный супрацовнік в больницах от этой депамоги, и супрацовнік, махшым там не было адекладно, заразумела, што супрацовнік тут бай, але мы па формулёвках заразумелі, што гаворка іде пра нашого журналіста, які рыхтаваў матраял. І адразу, калі мы пшыталі гэтай поведомлені, мы стали телефоноваць Каті, мы не маглі да ей дазваніцца, дазваніліся да ее дачкі, яна сказала, што Каті пайшла ў краму, вось, ну і мы адразу па ехалі да ее. Ну і калі мы па ехалі, сталося ў заразумела, вось, бусік, празнік, який шас там Каті вывіли, яна спакойна, бадзёрая, все будзі добра. Я змаху нормальна себе отшува, талі калі знову побачу Каті, тому што ты разумеюш, што яна маль три місяці ўжо знаходзіцца ў навладарцы, і разумеюш, што яна нічога такого не зарабіла, за што б можна було туды трапіць. Яна рабіла свою працю, яна рабіла ё професійна. Ну, прыкра тое, што, наприклад, Катіна дачка сустрэла 18 год біз сваёй маці, ну гэта што, ну як тако може быць? Прис-клуб всегда підтримував независимое меде, ну вот, понятне діло, що це не могло нравиться, да? Возможна, поєдна? І я прекрасно помню момент 22 декабря, це вот прям ночі, да, то есть ми ночі улітали, а до цього ми сиділи на балконе, розговаривали, і я прекрасно помню, як я сказала, «Мамочка, уїжджай, пажаліста!» А вдруг нас задержат в аеропорту? Она говорит, нет, ну, у меня очень хорошо развита інтуиция, ну вот, и что-то я такого нечувствую, мама сказала, нет, не задержат, это будет слишком, слишком много шумихи поднимется, поэтому этого не буде. Я говорю, мама, уїжджай, пожалуйста, уїжджай, мне буде спокійней. Она сказала, неужели ты можеш представити, що я уїхала, а все мои здесь остались? Ми прилетели в Минск, где-то в 2 часа приземлился наш самоліт, і ми пошли уже проходить паспортний контроль, і вот я, ми дали стопочке паспорта, пограничник посмотрел, первый был паспорт мой, он его открыл, і вместо того, щоб вернути його мене, він почав кому-то звонити по рації. Помню момент, коли мама взяла мене за руку, і ми, вот це туркопожатие наше, я запомнила. Мама не вышла, я постоянно звонила їй, і она не брала трубку, в какой-то момент взяла, сказала, вот прямо сейчас проходит досмотр, сейчас-сейчас, но голос у нее был очень тревожный, когда я позвонила еще через 5 минут, то телефон уже был недоступен, и тогда я поняла, что вот оно, вот оно произошло. Я очень стараюсь мамочку баловать, так как она всегда баловала в мене. Вот я всегда там хожу по магазинам, выбираю все самое вкусное, там даже на Амазоне заказала какие-то супчики, потому что у нас из растворимых супов, там они все такие ненатуральные, я там нашла на Амазоне, заказала натуральные супчики, там с какими-то жжевельниками, белыми грибами, ну то есть вот это для меня сейчас такое мое спасение, моя психотерапия, найти что-то, что будет вкусно маме, что хоть как-то сможет ее порадовать. Я знаю, что скоро, что скоро мы будем вместе, обязательно, обязательно. Вместе дома хочу подчеркнуть, потому что желания же не такие, знаете. Ну, конечно, меня больше за все хвалю и больше за все бентежит пагроза для життя, здоровья и свободы журналистов. Это то, что просто на первом месте, потому что каждый раз, когда наши супрацовники идут там освятлять акции протеста, то, что даже, когда они просто сидят дома, ты весь час нервуешься. Кто мог уявить, что Надю Калинину затримает, когда она подзе освятлять этот сход делегатов от Минска? Наша любимая. Надька, реви просто, реви. Это было не задержание, это было похищение. Я, как положено, приехала, как всем нам разрешено законом и конституцией, освещать встречу делегатов будущего Всебелорусского народного собрания. Мне не позволили пройти как журналисту, несмотря на то, что я предоставила документы, объяснив это тем, что я не была зарегистрирована заранее у организаторов. И поэтому я спросила, могу ли я зарегистрироваться на месте. Мне сказали, подождите. И мое ожидание закончилось похищением. Каждый день недержавного журналиста может ждать небезпека. Никто не знает, где она крыется. Ты можешь пойти в суд, ты кому-то не сподобаешься, тебе затримают. Ты можешь просто выпадково идти по улице. Даже не ведуя, что тут действие побольше ладится некая акция, подъехали бусики, затримали. Забирают прессу на стеле. Человек, у которого, по слухам, во дворце нет даже интернета, думает, что если журналисты не смогут писать правду, то если писать из тех журналистов, то тогда правда не будет никому известна. Но нет, нет, сейчас, кроме того, сейчас каждый человек, у которого есть смартфон с камерой, он журналист, поэтому... Ну, то есть, я думаю, что это просто разница менталитетов. Есть слово такое «отбояться». Ну, мне здаётся, что мы отбоялись, потому что, в принципе, мы бачим, что отбывается. Мы бачим, что такой маразм не может протягиваться вельми долго. Так, мы разумеем, что он протягиваться уже достаточно долго, але вельми долго не может. Просто нема для гэтага ресурсу. Такое не может отбываться у країни, у центра Европы в 2021-м стагодзе. Урешт-решт, правда, пераможа. И все будет доброе. Ну, и гэта нас подбадзервае, гэта дае нам силы, гэта кжа як. И то, что, ну, есть солидарнасть, солидарнасть с читачами, с коллегами. Не здаець, гэта воголе самое важное слово 2020 года, якое в 2021-м уже перешло з нами. Ну, и гэта то, что дае нам силы працаваць з далей. Наше каханя, но мацнейше за режим Лукашэнки. Мы створэли такий сусвет про свои стасунки, мы створэли такий космос, який мацнейший за всех этой спецслужбы, турмы, за всех этой попробованье. Мы докладно переширим их гэта режим и будем счастливы. Я еще расскажу, наше каханя, мацнейшую за режим Лукашэнки. Мацнейшую за режим Лукашэнки. Мацнейшую за режим Лукашэнки. Субтитры сделал DimaTorzok